Привет, друзья! Спасибо за лайки! Подписывайтесь на канал! В этом занятии мы с вами будем учиться работать со списками в формах, то есть списки, из которых человек может выбрать определенную информацию и отправить на сервер. Итак, откроем, пожалуйста, папочку, точнее файл page2.html в редакторе, запустим сразу же живой просмотр и с чего начнем? Ну, давайте мы заведем наш первый список и, в принципе, что мы будем выбирать? Давайте попросим человека указать город и приведем для примера парочку городов. Итак, поехали! Так, города мы разместим, ну где? Давайте прямо там, где укажите сайт написано, под сайтом. Так, в первую очередь мы заведем тег p, в нем давайте мы заведем тег label и здесь напишем city. Так, внутри него мы напишем укажите город, двоеточие, так, и вот здесь давайте мы теперь заведем тег, который отвечает за вывод списка. Друзья, обратите внимание, что теги, которые мы будем рассматривать сегодня, они относятся к html пятому и в некоторых браузерах они выглядят по-разному, это зависит от браузера, от операционной системы, ну и, конечно же, в старых браузерах у них поддержки нету в некоторых. Итак, давайте мы напишем теперь тег select, вот этот самый тег он заводит, точнее указывает то, что здесь у нас будет работать список. Итак, вставим в name city, в id тоже вставим city и здесь смотрите, если мы сейчас откроем сайт, то вы увидите, что у нас появился список, но он еще абсолютно пустой, то есть тут ничего нету. И наполнять вот этот список мы можем при помощи другого тега, который называется option. Так, жмем и видите, у нас появился option, давайте мы здесь, например, напишем city1, а здесь напишем Москва. Москва. И обратите внимание, так, мы, у нас появился в списочке город Москва, однако, когда человек выберет Москву и отправит это все на сервак, вместе с ним отправляется вот данные из value, то есть не вот это вот, а именно вот это, city1 отправится, поэтому с этим будьте внимательны. Так, теперь давайте мы наши города размножим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, давайте так. Тут напишем два, тут три, тут четыре, пять, шесть, семь и восемь. Здесь мы пишем Санкт-Петербург. Здесь, даже не знаю, что мы тут, Краснодар. Так, а здесь напишем Воронеж. А ниже давайте города из какой-нибудь другой страны. Ну, я возьму, для примера, свою Белорашу, да, Минск, так, Гродно, родной Лида, так, и что еще, Сморгонь. Так, отлично. Так, смотрим, что у нас тут появилось в списочке. Обратите внимание, у нас тут появились вот эти все самые города. Да, давайте я обновлю страничку и видим. Первым пунктом у нас всегда будет выбираться первый опшен, видите, Москва. Также у вот этих опшен есть свои дополнительные атрибуты. Допустим, если я пропишу для своей лиды атрибут Select, так, вот он, сохранимся, то теперь у меня будет выбираться автоматически лида, видите, да, а потом уже я могу выбрать другой. Так, также мы можем запретить какой-нибудь город. Давайте мы оттуда Select уберем. Здесь, например, создадим еще один пункт. Так, уберем Value, в принципе, тут он нам не критичен. И укажем, выберите город. Выберите город. Так, теперь, смотрите, мы указываем здесь атрибут Disabled, так, это значит, что мы не можем выбрать вот этот опшен. Давайте мы его посмотрим. Так, видите, выберите город, не работает. А вот если я сюда еще введу атрибут Select, Selected, так, сохранимся, и у меня тут автоматически будет выбираться недоступный пункт меню, да. А потом, если человек выберет другой, он уже этот пункт выбрать не сможет. Вот так, друзья. Так, дальше, что еще? Еще мы можем указывать размер нашего вот этого списка. То есть, по умолчанию здесь идет списочек размером в один пункт, видим. Если мы здесь укажем, например, Size, так, например, сколько? 7, давайте. То у нас здесь будет вот такой список идти уже. То есть, мы можем здесь выбирать любой один город. Но если мы хотим выбрать какой-то, какой-то, давайте я это вырежу, сразу несколько городов, мы можем указать атрибут, который называется Multiple, так, или Multiple, короче, я не знаю, как он читается, но да ладно. Сохраняемся, смотрим, и теперь мы можем, смотрите, при помощи Ctrl или Shift выбирать сразу несколько городов. Видите, да? Вот так это работает. Ну и, соответственно, атрибут Size здесь тоже будет работать. Size 7, и у нас это поле станет еще больше. Видите, да? Вот так это дело пашет. Так, теперь давайте мы отсюда уберем все полностью атрибуты. Так, и смотрите, у нас есть здесь еще на самом деле один тег, этот мы тоже давайте уберем, который отвечает за объединение в группу вот этих опшенов. И он так и называется, Opt Group. Так вот, Opt Group. И, например, в нем давайте мы заведем еще парочку городов. Ставим, ставим, ставим. Здесь City 10, 11, 12. Ну и давайте тут что-нибудь такое напишем, смешное. Так, Ляшкино. Что ж еще? Дрыщего давайте. И так, Сопливо. Сохраняемся. Смотрим, что у нас получается. Обратите внимание, тут у нас пустое место, видите? А вот эти пункты, они сдвинулись. Так вот, это пустое место мы можем с вами спокойненько подписать при помощи атрибута Label для Opt Group. Давайте мы напишем Label. Так, равняется. И, например, напишем деревни. Все, сохраняемся. Смотрим. И обратите внимание, наши деревни уже подписаны. Вот деревни, и тут они идут. Видите, да? Сам пункт Opt Group мы выбрать не можем. И также мы можем при помощи этого самого Opt Group выбрать, чтобы все сразу пункты, которые находятся внутри него, были недоступны. Для этого мы используем уже знакомый нам атрибут, который называется Disabled. Так, сохраняемся. И теперь, смотрите, вот все эти пункты у нас стали недоступны абсолютно. То есть мы их выбрать уже не можем. Ну и точно так же мы можем с вами объединить еще два вида городов. Давайте я нажму Ctrl-Shift-A. Так, тут ввожу тег Opt Group в этом поле вот. Нажимаю Enter. И здесь ввожу, что там я ввожу, Label. Так, пишем Россия. Так, а здесь давайте я еще раз нажму Ctrl-Shift-A. Так, только все выберу аккуратненько. И здесь опять-таки вводим Opt Group. И там, где у нас стоит Opt Group, указываем атрибут Label. И тут напишем Белорусс. Так, сохраняемся. Обновляемся. И смотрим. И теперь наши города, они вот таким образом у нас разбиты все по, так скажем, по тематике. Ну что ж, друзья. В принципе, вот со списками мы с вами разобрались. Как видите, ничего тяжелого нету. Сразу же говорю, что вот эти списки еще, вот этот атрибут Select, точнее Tag Select, они еще используются и для создания главного меню на сайте. То есть я видел с адаптацией под мобильники, использовали такое. Ну, в общем, применяется он везде и по-разному. И штука достаточно продвинутая и интересная. На этом все. Спасибо за внимание. На связи с вами был Серега. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, делитесь этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок